Встретить человека с профессией эколога – это скорее редкость. Сохранить и защитить природное богатство – это главная задача специалистов-экологов. К сожалению, их количество в нашей стране недостаточно велико. Именно это не позволяет обеспечить необходимый грамотный контроль в области экологии. В наш факультет, положим, действуя с 1992 года, выпустил всего-навсего тысячу, ну чуть больше тысячи специалистов. Взаимоотношения организмов с окружающей средой – вот главная тема экологии в период ее возникновения. Современная экология – это широкий спектр вопросов, ответы на которые она ищет совместно со смежными науками – биологией, геологией, психологией, физикой, химией, математикой, медициной, генетикой и некоторыми другими. Зачастую студентам бывает нелегко. И кто сказал, что быть экологом просто? Гармония на экологическом практически во всем. Даже точные гуманитарные науки здесь мирно сосуществуют. Экологи считают это преимуществом своего образования. В связи с активным развитием науки и экология, руководство университета всячески содействует ее продвижению. На факультете появилась новая материально-техническая база, позволяющая студентам более полно понять и оценить науку. Наша страна активно стремится в ЭТО и старается делать все на современном уровне. Выработать общепринятые стандарты в мире, использовать новейшую технику для обучения студентов, дабы они были конкурентоспособными. Наши студенты должны уметь работать не на каком-то простеньком приборе, хотя и на том тоже, но и на приборе, который сертифицирован, внесен в госреестр. Этот прибор первый в России. Этот прибор первый в России. Этот прибор первый в России. В России нет, кроме нас, ни у кого приборов такого типа, такой конфигурации. Такое оборудование позволяет установить структуру вещества, которого ранее не существовало. Если химик впервые синтезировал вещество и не знает, что оно из себя представляет, здесь можно узнать и химическую формулу, и строение. Проба помещается в цистерну, подвергается влиянию сильного магнитного поля, и вещество соглашается раскрыть секрет своего состава. Вновь синтезированные вещества химики приносят сюда регулярно. Из десятка тысяч новых соединений только одно или два являются новым лекарством. Вся картина – это спектр нового современного лекарства, исследованиями которых мы сейчас занимаемся. Что конкретно изображает каждый пик, сейчас сказать сложно. Как известно, стоимость человеческого труда возрастает, поэтому сейчас стараются делать всю аппаратуру автоматизированной и компьютеризированной. Эта лаборатория уже полностью оснащена современным оборудованием. На спектрометре ядерного магнитного резонанса установлен робот, который освобождает человека от установки образца, делает это сам. Если есть необходимость узнать наличие примеси, определить молекулярную массу вещества, то в этом поможет хроматмоспектрометр. Например, если вы сделали анализ крови, вам не нужно ждать несколько дней. Результат можете забрать уже через 15-20 минут. Если в Центре коллективного пользования с помощью робота меняют химические пробы, то на кафедре прикладной экологии учат спасать жизнь с помощью Гошеньки. Так назвали куклу сотрудники кафедры. Медицинский робот-тренажер появился на кафедре благодаря выигранному гранту. В лаборатории охраны труда есть прибор, позволяющий определять уровень радиации, электромагнитного излучения. Вот такой мобильный аппарат призван выявить серьезные проблемы. С помощью специального прибора можно измерить уровень звукового давления. А этот аппарат измеряет статическое электричество на разных поверхностях. Например, монитор компьютера. Также используется в текстильной промышленности. В арсенале экологического есть оборудование и покрупнее. Передвижная лаборатория радиационного и экологического контроля. Как говорит заместитель декана по информатизации Виталий Раульевич, главная изюминка лаборатории в привязке измерений к конкретным координатам, а также к метеоусловиям. Увидеть это наглядно можно на карте Москвы. На ней отображаются измерения в виде точек разных цветов. Цвет зависит от концентрации и мощности доз радиации. Точки появляются по ходу движения машины. Гаммодетектор считывает информацию о местности и эти данные поступают на анализатор. А затем на карте отображается цветная точка. Плохое состояние окружающей среды не лучшим образом сказывается на зеленых насаждениях. Деревья – важнейшая часть экосистемы, которая необходима не только природе, но и человеку. Перед вами аналитический прибор, арбатом, импульсный томограф, который входит в состав лаборатории экологической метрологии и биометрии, который основан на принципе анализа скорости прохождения импульса через поперечное сечение дерева. Информация, полученная прибором, дает возможность решать проблемы в экологической экспертизе, принимать решения о вырубке деревьев или их сохранности. Самое простое, что может определить аппарат, это наличие гнили в стволе, породу дерева и отобразить точную информацию о том, сколько растений еще будет жить. Кроме того, ежегодно на факультете проводятся конференции, посвященные проблемам экологии. Уделяется внимание экологическому образованию, нанотехнологиям. Студенты инициативные, постоянно придумывают что-то новое, а главное – не идейные. Если посмотреть значение экологии в словаре, то увидим, что состоит оно из двух слов – ойкос – местообитание, жилище и логос – наука. Получается наука о местобитании, о нашем общем доме, природе. Если все приложат усилия, то в нашем доме будет уютно и спокойно. Природа для экологов не просто красота, они понимают ее намного шире, как целую взаимосвязанную систему. Я считаю, что они все-таки фанаты своего факультета, мне это очень нравится. То есть как-то они выделяются тем, что вот, ну не знаю, это на уровне интуиции, что ли, вот всегда я своих узнаю в толпе, то есть они экологи. Сам факультет, я думаю, что в дальнейшем и профессия, которую мы получим, она будет достаточно востребованной. На каждом этапе развития человечества потребность в профессиях меняется. В 21 веке важное место заняла экология, и можно сказать с уверенностью, что за ней будущее. Экологический факультет Российского университета дружбы народов достойно выполняет социальный заказ времени, воспитывая квалифицированные кадры.